Третье. Какое-то время назад мне дали ссылку на пост. Извините, я вам эту ссылку не дам, потому что пост мне не очень понравился. Пост был об ограничениях на огнестрельное оружие. Как вы знаете, в Японии ограничения очень жесткие. И автор сделал довольно странный, на мой взгляд, вывод, что в Японии есть некая негативная сторона этого всего, и она заключается в том, что люди стали очень пассивные и никак не мешают нападающим, не пытаются даже остановить. Мне это показалось очень странным, потому что, честно говоря, я даже не вижу, как такой вывод можно сделать из англоязычной прессы или там даже русскоязычной. Но, тем не менее, хочу об этом поговорить. Во-первых, я не считаю, что у меня очень много компетенции в данном вопросе, но я являюсь волонтером на случай всяких непредвиденных ситуаций. Ну, в основном, конечно, это касается невооруженных нападений, а всяких цунами, землетрясений и так далее. Если у нас на районе случится что-то по-настоящему катастрофическое, то я буду помогать людям эвакуироваться и так далее. В таком качестве я прохожу довольно много всяких тренингов. Плюс я являюсь волонтером у полиции. Ну, это касается переводов в основном. Но в таком качестве я тоже прохожу какие-то тренинги. А также я активно слежу за тем, что происходит на районе, а также как у нас вообще работает полиция, чтобы иметь возможность наиболее эффективно в случае чего сработать. Так вот, сразу скажу, в Японии проходит очень много всяких тренингов. Огромное количество. Основное, конечно, по поводу эвакуации во время всяких природных бедствий, но отрабатываются и ситуации вооруженного нападения. Начинается это дело в детском саду, потом это проводится в школе, потом в университетах, во многих компаниях крупных. И время от времени проводятся подобные тренинги для волонтеров, скажем, на станциях и так далее. Так что, в целом, любой человек плюс-минус знает, что ему делать в такой ситуации. Если вы работаете учителем в школе и на вашу школу совершается какое-то вооруженное нападение, то вы не будете кидаться на нападающих, потому что у вас есть четкие инструкции, что нужно делать. Вы будете эвакуировать своих учеников, эвакуироваться самостоятельно. Вы будете заняты этим. Ну и вообще, что бы ни случилось, вы, скорее всего, будете заняты эвакуацией. Или активно, или пассивно. То есть, или будете эвакуировать вы, или будет эвакуировать вас. А кто же будет заниматься нападающими? Ну, во-первых, это, конечно, будет полиция. Надо сказать, что полицейские участки в Японии находятся практически везде и полицейские достаточно доступны. Их легко из этих самых полицейских участков достать и заставить куда-нибудь побежать по любому поводу. Мы их, например, вызывали как-то по поводу дохлых крыс, которых мы обнаружили на районе. Видела, как их вызывали по поводу ласточек, которые пытались построить гнездо в неположенном месте. И, конечно же, если что-то серьезное случится, полиция тоже будет на месте очень быстро. Учтите, я сейчас не идеализирую японскую полицию, потому что это касается всяких общественных событий, потому что если у вас проблемы со сталкером или там домашним насилием, то, скорее всего, добиться действия от полиции вам будет тяжело. Но если у нас вот прямо нападение где-нибудь на площади, на станции и так далее, то полиция придет очень быстро. Еще с этим будут работать охранники, народные дружины и так далее. Этого в Японии очень тоже много и люди легки на подъем. Также, допустим, работники станции и так далее, они тоже всегда готовы на случай какой-то непредвиденной ситуации. Они очень быстро реагируют. Опять же, у них есть оружие. И, к слову сказать, в японских школах охраны, как правило, нет. В садиках тоже нет. Но в школах есть всякие виды оружия и сотрудники умеют их использовать. Что это за оружие? Ну вот, например, мне очень нравится сосумата. Это такая палка, рогатая на концах, которой человека можно удерживать на расстоянии. Вот ее используют очень часто во время нападений каких-то психов. И что у нас в результате получается? В результате получается, что вот эти ситуации с нападениями, какими-то пьяными дебошами, опасными и так далее, не особо успевают развиться. Их останавливают в зародыши. Причем останавливают не какие-то случайные прохожие, а люди, которые это делать умеют. И новости вроде псих ножом пытался проникнуть в садик, но был остановлен и сбит воспитателями, или там работница метро отправила в нокаут пьяного дебошира. Конечно, могут наделать шуму на каком-то местном уровне, но, скорее всего, не то, что в англоязычный интернет, но даже за пределы локальных газет могут вообще не выйти. Потому что неинтересно, никто же не пострадал толком. А последние такие истории с большим количеством пострадавших касаются ситуаций, в которых вмешаться никому особо не получилось бы в любом случае. Например, в Японии существует проблема машин, которые врезаются в толпу, но большинство таких случаев это не какие-то психи-маньяки, это не теракты, ничего. Это пожилые люди, которые заснули за рулем или потеряли сознание. И да, это большая проблема, не знают, что с этим делать, но она не относится к классическим нападениям. Или, например, случаи с нападением на киотскую анимационную студию, в которой основное количество жертв погибло в пожаре. И если вы видели японские дома, вы прекрасно знаете, что они маленькие и да, существует проблема эвакуации из них. Но, тем не менее, заметьте, самого нападавшего оттуда вытащили, скрутили и он предстал перед судом. Опять же, истории, завирусившиеся с нападением всяких вооруженных ножами людей в метро, на станциях, на мой взгляд, тоже какие-то не очень серьезные, потому что часто заканчиваются без смертельных случаев. Буквально кого-то там слегка поковоли ножом, поцарапали и все. Так что я бы сказала, что в Японии, на мой взгляд, как раз в таких случаях работают очень правильно. Это сочетание того, что всегда готовы сработать люди, которые обучены, которые знают, что им делать. И, во-вторых, все остальные всегда готовы не стоять на месте, а собраться, эвакуироваться самостоятельно, эвакуировать как можно большее количество людей. Я считаю, это идеальный вариант. И я очень надеюсь, что в Японии это будет развиваться и что в других странах тоже будут действовать таким образом. Это все, что я хотела сказать по этому поводу. Ну что ж, большое спасибо. Я напоминаю, что я всегда радуюсь лайком, комментариям. Пожалуйста, комментируйте. Я не всегда успеваю сразу ответить на комментарии, потому что весьма занята сейчас в университете, но тем не менее я их всегда читаю и всегда очень радуюсь их получать. Также в Телеграме у меня есть канал и на Камону. Там сейчас основной движ, там фотографии, там видео, там обсуждения. Пожалуйста, приходите, буду рада видеть. Пока-пока.